доброго времени суток друзья с вами как всегда на связи александр олейников и я продолжаю сервис своих авторских видео уроков для архитекторов и дизайнеров сегодня я продолжаю свою одну из своих самых любимых рубрик это ответы на вопросы подписчиков вот и посмотрим какие комментарии у нас появились за прошедший период и с удовольствием я на них отвечу значит вопрос от баде айла его здравствуйте не удаляйте видео я по вашим видео будут чертить спасибо большое за видео вам большое спасибо за ваш комментарий за ваш отзыв вот обязательно я не не буду удалять видео конечно же смотрите как бы это учитесь я очень рад то что вы выбрали именно мой канал для того чтобы учиться так скажем моделированию архитектуре проектированию и визуализации вот пользователь имя фамилия пишет комментарии здравствуйте александр спасибо вам за ваши видео уроки и за то что вы выходите находите время общаться с подписчиками у меня к вам есть один важный вопрос возможно ли в твенушин создавать различные виды освещения в одной сцене например существует дом в котором есть подвал чердак и жилая часть дома комнаты свет и ношин по умолчанию как вы знаете освещают все элементы в сцене одинаково но чтобы создать цену похожую на реальность необходимы тены тени там где они должны быть вы понимаете вы понимаете так вот можно ли создать динамическую сцену в которой есть полутемные помещения при условии что в сцене солнечный день если это возможно то может быть вы захотите снять видео урок на эту тему спасибо вопрос действительно очень интересный и очень важный но в данном случае я бы наверное ответил бы так то что при работе с интерьерами мы конечно же будем с вами в первую очередь ну настраивать наши визуализации вот то есть и для каждого конкретной комнаты мы будем настраивать ну грубо говоря 34 визуализации вот ну допустим даже может это много может быть две визуализации для каждого помещения но при этом мы можем для каждой отдельной комнаты создавать отдельные настройки фильтров то есть настройки освещения настройки цветопередачи настройки теней и все различные настройки а также отдельно именно для данной визуализации активировать источники света если это необходимо то есть в принципе конечно же это все возможно сделать даже если мы не говорим о просто визуализации виде картинки а также если мы говорим допустим о визуализации в виде виде видео облета 3d анимации то есть мы в любом случае для того чтобы допустим опять же в тот же подвал мы не будем сплошняком с вами лететь облетать все помещения нашего дома пусть это условно допустим дом и потом лететь в подвал мы в любом случае будем создавать так скажем видео нарезку то есть облет одного помещения потом облет другого 3 4 все это будет как бы создаваться такой вот небольшой видеоролик и в любви тогда же мы опять же будем использовать отдельные фильтры отдельные качества и виды освещения отдельные источники света цветопередачу для каждого нашего видеоряда вот то есть принципе конечно же это возможно и я думаю вот после того как закончил рубрику вот снимать первую сцену по звездным бойнам следующая рубрика это будет конечно же интерьер потому что по интерьеру я смотрю пользуется большой популярностью вот данные как бы типы видео уроков и обязательно я сниму по тену шином видео урок как создавать интерьеры но ребят сразу предупрежу то что пока что к сожалению для интерьеров твин моушен конечно же не так сильно силен как хотелось бы но как говорится по попытаемся из того что получится выжать максимум вот альберт белорус пишет спасибо дзякую тебе спасибо огромное я буду продолжать снимать видео уроки отвечать на вопросы подписчиков да ребят сразу же считаю нужным то что должен перед вами извиниться то что так было не недели две наверно не выходил на связь к сожалению были небольшие проблемы со здоровьем а именно со спиной и к сожалению не мог долгое время не мог сидеть допустим больше пятнадцати минут то есть со спиной так не очень хорошо было сейчас более-менее восстановился конечно же еще по какие отголоски остались но сейчас уже более-менее поэтому сейчас буду записывать много интересных и полезных видео для вас вот дорогие друзья также хочу с вами поделиться то что хочу в ближайшее время поставить установить на своей странице кнопочку доната так скажем видели на виде добровольной основы вот то есть как бы чтобы вы понимали то что снимает видео это конечно все хорошо это да это мои хобби мне это нравится учить людей чему-то новому то есть чтобы они получали знания как бы и чтоб они действительно говорили то что вот я это узнал допустим на ютюбе на канале александра олейникова это с поверьте это стоит очень очень большого но и при этом конечно же я был бы и не против и рад если бы может быть когда-нибудь вы мне там и поддержали мой канал вот поэтому в принципе видео как были в общем доступе они так останутся в общем доступе вы когда захотите в любой момент сможете их посмотреть я ничего ограничивать не буду а функцию пожертвований я буду как бы ставить уже так скажем на добровольной основе если хотите то я буду очень рад то есть будет у меня больше стимула для того чтобы записывать больше интересных видео вот чтобы это да не приходилось допустим переключаться на другие виды работ поэтому дорогие друзья если вы увидите не петь не переживайте какие видео были такие они останутся все то же самое единство только может быть появится кнопочка по поддержке канала спасибо вам большое вот уважаемый пользователь поэтическая тетрадь александр пишет нам ждем продолжение интересно спасибо вам большое продолжение будет я думаю сегодня я обязательно запишу и скину его на канал чтобы вы посмотрели и продолжили также работу вот пользователь с именем олд ромич написал урок хороший нареканий нет в плане подачи информации но пожалуйста уберите это ужасную музыку ли сделать ее намного тише при монтаже она очень очень сильно раздражает и перекрывает ваш голос спасибо уважаемый пользователь я с вами полностью согласен на тот момент еще были проблемы так скажем и с микрофоном были проблемы стран с настройка музыки все правильно вы говорите на данный момент я использую же профессиональный микрофон как вы можете слышать то что минимальное количество шумов минимальное количество нежелательных звуков то есть все как нужно и надеюсь вы это оцените вот надеюсь видео уроки вам нравятся действительно стараюсь их подел подавать максимально доступно вот и мне кажется то что вы найдете очень много интересных уроков для себя на моем на моем канале вот дальше пишет пользователь алина зайцева доброго времени суток смотрю все ваши видео уроки они самые толковые с того что я пересмотрела вот я самоучка в дизайне но мне это нравится и есть к этому призвание и работа связана немного с этим а хочу вообще делать полноценный дизайн проекты пока это кусочки мозаики александр подскажите как сделать ледник тенушен как фильме интерстеллар уважаемая алина огромное вам спасибо за ваш приятный положительный и хороший отзыв обязательно надеюсь то что не подведу вас и вам будет интересны видео уроки которые будут у меня на канале вот обязательно их будет много они будут интересны вот и обязательно сделаю ледник как фильме интерстеллар вот сразу хочу вам сказать то что нам тут конечно же во многом очень сильно поможет мегаскан там уже есть некоторые готовые модели мы с вами создадим конечно же полноценный ледник и возможно как найти как вот как сделали кадр из фильма звездных войнов также сделаем кадр из фильма по интерстеллару а именно там где они были на леднике вот уважаемые подписчики дорогие мои очень скучал по вам но к сожалению из-за проблем со здоровьем ним не смог к вам раньше вернуться раньше с вами связаться вот поэтому дорогие друзья пишите свои комментарии пишите свои вопросы и для меня очень важно слышать понимать и знать ваше мнение о том что вы как бы не против и вы как бы поддерживаете мое решение о том чтобы сделать функцию добровольных пожертвований я повторяю ребята это будет на добровольной основе какие видео все видео которые я буду записывать они будут в общедоступном виде то есть вы сможете любое видео посмотреть когда вам необходимо но единственное то что как бы если бы конечно же были бы добровольные пожертвования то собственно у меня было бы конечно же больше времени и так скажем немного больше мотивации для того чтобы снимать побольше видео поэтому дорогие друзья если вы поддерживаете мое решение напишите в комментариях если вы его не поддерживаете также пишите в комментариях мне очень важно ваше мнение дорогие друзья на этом я хотел нашу рубрику по ответу на вопросов подписчиков не просто подписчиков а дорогих подписчиков закончить хотел вам пожелать прекрасного настроения хотел также чтобы вы все подписывались на мой канал подписывались на группу vertex 3d вконтакте вот и обязательно оставляйте свои комментарии свои мнения свои вопросы вот обязательно ставьте палец вверх ставьте лайки ставьте уведомления и всего вам хорошего дорогие друзья пока 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 Продолжение следует...